Я Татьяна, блогер из Неаполя, и сегодня я хочу рассказать о буднях Неаполя. Первая неделя, которая, когда нас выпустили условно, можно сказать, в Неаполе на свободу, подходит к концу. Вот, и завтра уже суббота, конец недели. Я хотела с вами поделиться, какими смешными историями меня наградила эта неделя, и событиями весёлыми. Поэтому лучше расскажу вам. Продолжаю ипопею с метро. Раньше я снимала видео, как в метро можно было ждать очереди с метро, чтобы уехать на работу. На этой неделе я столкнулась с очередью, когда я уже хотела вернуться с работы. И было это днём, где-то в полдень, вот, в зоне Бомера мне нужно было пересаживаться на метро с одной остановки на другую и перемещаться, в общем-то, на другой транспорта. Когда я спустилась в метро и увидела в, как вам сказать, такую, знаете, приличную очередь. Я спросила, что это, как обычно. Мне ответили, это очередь. Вам в какое направление? Я сказала, в какое направление. Ну, вам придётся подождать. А с чем связана же очередь, скажите, пожалуйста. Ну, вот, объяснили так. В направлении, в которое вы едете, запускают всего лишь по 15 человек в поезд. Можно было, конечно же, соврать, что я еду в другое направление, потому что там очереди не было. Вот. Но я решила постоять и посмотреть, чем всё это дело закончится. Об общей сложности мне пришлось дать полчаса для того, чтобы попасть на свою станцию. Более того, я скажу, когда нас спустили, мы уже там успели скоперироваться с одной женщиной и с мужчиной, поговорить и обговорить все эти ситуации. Вот. И когда мы уже спустились вниз, перед нашим носом, в принципе, только-только ушёл в поезд. И нам пришлось опять ждать его. Вот. Такая, вот, знаете, ха-ха-ха, абсурдная ситуация. Но что сделаешь? Дальше хотела с вами поделиться тем, что меня очень-очень-очень-очень часто останавливают на улице полицейские, даже проезжая мимо в машине. Или просто, идя мне навстречу, делают замечание по поводу того, что я без маски передвигаюсь. У меня маска всегда с собой есть. Она на рукаве, скажем так, висит. Но я её не одеваю, потому что очень жарко сейчас на улице, и через практически какое-то время, там, 5 минут уже от свежего воздуха, ну, ни хрена не остаётся. Поэтому гашать этим воздухом нехорошим совершенно не вижу, как бы, и не нахожу нужным это делать. Поэтому получаю рекордное количество замечаний по поводу того, что я без маски. Но никто, по большому счёту, не пугает меня штрафами, не останавливает, не угрожает. Всё заканчивается просто замечаниями, скажем так. Вот. Ну, и город, вы знаете, продолжает веселить и веселить своими событиями. Вот сегодня я видела в центре города, на Век Яя, когда гуляли мамочки с детьми. И, в общем-то, я обычно всегда на детей смотрю, но здесь я не могла не посмотреть, потому что ребёнок, девочка, была на таком поводке, знаете, как собака. И поводки делают через плечики. Я покажу в видео, как вели собаку, но я не могла снимать на камеру, вот как эту девочку маме вела на поводке. Понимаете, просто это было бы некорректно, но я могу только об этом рассказать. Вот. Когда я спросила, вообще мама обратила внимание на меня сама, потому что у меня были большие глаза, я стала улыбаться. Вот. А она поворачивается, говорит мне, ну так это же удобно, понимаете. Я понимаю, конечно, это удобно, но это смешно, ребята, это так смешно. Когда ребёнок маленький отдаляется, она его так отдёргивает, иди сюда. И девочка начинает возмущаться, плакать. Вот. А маме, в принципе, удобно, конечно, удобно. Она одна, и без помощи папы за ребёнком маленьким посмотреть, конечно же, удобно. Вот. Сегодня я ещё хочу вам сказать, что в конце концов вышла к морю. Выложу видео обязательно, конечно же. Море прекрасное в Неаполе. Людей очень много уже ходит по центру города, гуляет, молодёжь. Все, конечно, не нарушают правила поведения, как я, скажем, без маски ходят. Я вас к этому не призываю. Вот. Но я хотела сказать, что нету лодок, не ходят тароходы, корабли. Наш причал не работает. Вот. Поэтому печальненько как-то. Но море, конечно, классное. Видео сами посмотрите. И я, гуляя, 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 решила сегодня купить мороженое. Вот. И, в общем-то, это уже была сегодня, скажем так, последняя капля. Такая ржательная, когда я точно решила записать это видео, потому что, ну, таких комических ситуаций, честно вам скажу, ну, вот не было в Неаполе. Ну, вот последнее время просто, ну, хохма на хохме. Я решила, что если будет открыта моя желтырь, я обязательно куплю мороженое свое любимое. И когда я подошла, да, она открыта. Перед входом сразу стоит столик. На столике стоит вывеска с телефоном. И нервные такие упаковки, что же можно купить. Я, в принципе, уже знаю, что я все время покупаю, поэтому достаю деньги и как бы протягиваю деньги. А женщина мне говорит, по телефончику позвонить надо. Я говорю, куда надо позвонить? Она говорит, ну, надо позвонить, сделать заказ мороженого, а я вам выдам. Ну, в общем-то, вы знаете, итальянцы как-то на это реагируют нормально. А вот, когда подошли итальянцы, они как-то быстро сориентировались и дали, сделали заказ, позвонили по телефону. Но я долго ржала, честно вам хочу сказать. Вот я ржала, не говоря, почему я подошла. И мне нужно позвонить по телефону сюда же, чтобы мне здесь же выдали мороженое. Ну, в общем-то, я остановилась, думаю, о, что это я? Надо как-то все. Набрала телефон, заказ сделала. Она, девушка, спросила, какое вам мороженое, какую порцию. Я все сказала. Вот. И мне протянули уже запакованный пакет с моим мороженым. Граци. Спасибо, я отошла. Вот, стала его распаковывать. Вот. И, конечно же, у него такой вид был. Жалкий. Граци. Конечно, еле-еле из пакета, но все, конечно, уже потеряла внешний вид. Товарного вида уже не было. Жалкий такой вид был, такого мороженка потекшего. Но от этого менее вкусное оно не стало, скажем так. Я его с удовольствием съела. Вот. Поэтому можно уже мороженое покупать. Уже можно заказывать. И вам привезут его домой. Вот. Поэтому открываются потихонечку-потихонечку магазины. Да. И открываются также потихонечку аренда квартир. Вот. Если отели, допустим, еще закрыты, и неизвестно, когда они откроются, то линия будем-брекфест, она уже потихонечку открывается. Как они дальше будут работать, я не в курсе. Не знаю еще пока. Может быть, если узнаю, то скажу вам. Вот. Такие вот, скажу вам, новости в Неаполе. Вот. Если было интересно, подписывайтесь на мой канал. Я с удовольствием с вами буду делиться новостями из Неаполя. и рассказывать истории из жизни, из настоящей жизни Неаполя. Спасибо за то, что меня смотрели. До следующего видео. Пока-пока.